У вас ревакцинация? Да, ревакцинация. Кто-то на ревакцинацию, а кто-то на первичную прививку от коронавируса. В прививочный кабинет приходят вакцинироваться табелеки и граждане из стран ближнего зарубежья, от Украины до Таджикистана. Здесь мои дети, поэтому я хотела сюда приезжать. Внучка, все родились здесь, если они не стали, поэтому я захотела приезжать сюда. Важно, потому что у нас свое здоровье, чтобы он навсегда здоровый. Активно вакцинируется от коронавируса работающие граждане, пенсионеры и молодежь. Во-первых, это чтобы обезопасить себя от такой инфекции, как COVID-19. Во-вторых, чтобы не заразить других. Ну и в-третьих, это моя обязанность, так как я работаю педагогом. Я считаю, что это забота о своем здоровье и здоровье не только о себе, но и забота о здоровье своих ближних. Последствия этого заболевания очень страшные и ни к чему хорошему не приводят. Это подтверждают и медики, поэтому прививаться от коронавируса они призывают всех. В основном переживает та категория лиц, которые имеют какие-то серьезные заболевания. Порой даже не одно такое заболевание. Но мы пытаемся им разъяснять. Когда врач не может определиться самостоятельно, можем провести врачебную комиссию, чтобы определиться, можно ему привиться, нельзя, либо как-то временно поправить свое здоровье и далее уже снова потом идти на прививку. В новогодние праздники поставить прививку в первый раз пришли 102 человека, а на ревакцинацию 248. За этот период вторым компонентом привились 337 человек. Все-таки категории группы риска по коронавирусной инфекции и, конечно же, в первую очередь подлежат вакцинации, это как раз лица старше трудоспособного возраста, старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, которые непривитые будут в тяжелой степени переносить коронавирусную инфекцию. Плановый порог вакцинации 80% в Тобольске и Тобольском районе уже перешагнули. Прививку от коронавируса поставили более 76 тысяч человек. Из них свыше 11 тысяч ревакцинировались. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время.